Всем доброго, здоровья! Сегодня будет маленький мастер-класс от Ромбинзона, который вручную делал мебель из того, что было. Значит, это кухонный небольшой шкафчик, до конца еще не доделанный, здесь будут дверки, у меня фасад есть уже, этих петель нету, надо будет заехать купить, специальные мебельные петелки. Вот такой простой шкафчик, покажу, как я его делал, не буду показывать, как там стругал, шлифовал, все это понятно. Досочки постругал, потом пошлифовал, я так всегда делаю. Вот интересный момент, вот это обжиг, ну такая вот штука, она уже давно придает интересный такой вид, обжег там внешние стороны, здесь вот немножко, вот это тоже все мы покажем. И завершающим этапом, как обычно, покрыл моим любимым средством итальянским Бормовош, это масловосковое покрытие, очень хорошо впитывается, держит, придает такой золотистый, такой структурированный цвет дереву, ну прям прекрасно. Единственный минусовой момент, по всей видимости, с этими санкциями, литровая баночка, наверное, сейчас тысячи две будет стоить, вот. Я последний раз покупал ее за 1700, то есть, ну это как бы очень дорого. Вот, я не знаю, что сейчас, мне еще не смотрел, вот, ну думаю, что сейчас будет очень дорого. Ну вот так вот, она, я ее покрыл, сейчас она стоит, как подсохнет, поставим ее на кухню, и все, и у меня тут супруга будет забивать, забивать всякими тут штуками. Вот, собственно, так вот, простенько, быстро. Икея ушла и подумала, что мы будем плакать, а нет, мы плакать не будем, ушла и до свидания, мы тут свою Икею будем делать, зато настоящие, из массива, из деревянного, ну то есть, не какие-то опилки там, прессованные. Вот, все, сделал шкафчик, принимаю, заказан. Это шутка, конечно. Ну все, вот так вот. Всем известно, да, что там Икея ушла с российского рынка. Приходится мебель делать самому. На самом деле, это шутка, мебель в доме я и так сам делал. Вот, значит, у меня очередной этап, небольшой шкафчик на кухню. Жена запилила просто. Ну, на самом деле, мы как переехали, я мебель постепенно делал, вот, и, в общем, дошло, дошли руки, точнее, до шкафа, там, куда-то тазики ставить, там, еще что-то. Значит, он будет стоять на полу, несколько полок, потом еще дверки. Так вот, решил я его сделать, значит, в таком стиле. Знаете, как это, обожженное дерево. Вот, взял вот такие досточки, значит, в размер. Сначала я их ободрал железной щеткой, ну, такой круглый, в общем. На болгарку он одевается, вот, и вот так вот, в общем, делается такие, ну, как бы структурно получается, в этом более такой выделяется, прям, это, ну, прожилки всякие, ямки и так далее. Вот, теперь, значит, обжигаем. И потом все это дело я покрою моим любимым масляно-восковым средством от Ворма-Вош. Паркетное масло, там, как-то, что-то такое называется, по-моему. Правда, последний раз оно подорожало, там, литры, я не знаю, что-то там, 1700 или 1900, я в шоке. Вот, и то, ну, брал я эти до событий, до всех всем известных, вот, а что сейчас, даже не знаю, не узнал. Ну, кстати, такой момент, я видел, что можно дерево же льняным маслом покрывать, вот, может быть, попробовать просто льняным маслом покрыть, ну, тоже купить его, такое, как бы, техническое есть, специальное. Ну, там, как-то его отжимают, вот, может быть, им стоит попробовать, как вариант, вот, ну, либо, либо остатками, которые не имеют. Значит, естественно, потом, когда я дальше все сделаю, точнее, буду делать, буду, по ходу, показывать, вот, сейчас я сделал заготовки, это у меня наружные стеночки, вот, их я обожгу, сегодня тоже шлифовал еще, но, по другой стороне, там, другие перекладины, и все, потом их, как конструктор, уже принесу непосредственно на место, и на месте начну собирать саморезами. Вот так, так что, до новых встреч, посмотрите потом, оцените полочку. В общем, Икея у нас пережидает, она никуда не уехала. Сделал шкаф, принимаю заказ. А теперь все покрываем итальянским средством. Кидрё на ош. Да, вот, именно. Пока льняное масло не нажали, покрываем бармоошем. Не, ну, это масло, извините меня, оно с воском. Не, ну, не просто, не, ну, тут, как бы, уже, вот, Круче, короче. Ну, да. Сейчас аккуратненько покроем тут все. И будет нам на Пасху лежит шкаф. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok